После странного концерта Глеба Самойлова в Красноярске администратор певца прокомментировал его уставшее исполнение. Музыкант выступил на фестивале Небофест с программой Агата Кристи 35 на бис, но долго не протянул. К середине 40-го минуты программы он уже с трудом успевал за текстом, а под конец и вовсе передал микрофон гитаристу, чтобы тот допел. После концерта Самойлова жители Красноярска шутят, что у них в городе видимо воздух особенный. Сначала глюкоза еле-еле продержалась до конца концертной программы, теперь солист Агаты Кристи. Что вы хотите? Он не может выглядеть как 30-летний мальчик, заявил администратор Самойлова. За концерт певец получил 2 миллиона рублей. Об этом стало известно позже. Большое спасибо, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok КОНЕРСКИ 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 Вот так, Огро. Это пипец. Полный. Он сейчас упадет. Глебный Глеб Самойлова. ГОВОРИТ ПО-АНЕРСКИ ГОВОРИТ ПО-АНЕРСКИ Говоря об энергии, наверняка в обычной жизни вы ведете себя хорошо. Ну, потому что взрослые люди, все семейные, не пьете ничего, кроме простой воды. Или фруктовые соки. Но вы рок-звезды. Так что должны притворяться, что пьете еще что-то, кроме воды. Так что же это? Что является вашим топливом? Я предпочитаю быть в форме, поэтому все, что мне нравится, это то, как я выгляжу. В моем теле столько наркотиков и алкоголя, что мне больше не нужна будет заправка еще как минимум следующие три жизни. Вы уже настолько от этого далеки. Да, мы выросли из всего этого. Но все же вам нужно что-то, хотя бы даже чай, чтобы поддерживать свою энергию на столь высоком уровне. Нет, сейчас лучше, что ты можешь сделать это, держать себя в форме. Если не занимаешься спортом, не сможешь делать многих вещей. Наверное, когда тебе 20 лет, тело еще справляется с нагрузками. Но мы все знаем, что после пьянки еще три дня восстанавливаешься. В общем, что делать? То, что мы делаем, чтобы участвовать в турне, надо держать себя в форме. А что вы обычно едите? У вас есть любимые блюда? В турне, в дороге, бываем, едим, что попало. Мне нужна шоколадка, хотя, ну, чтобы пережить перелет. А то иногда случается, что не поел, а тебя там уже и не накормят. Ты же не можешь послать принести тебе поесть в Аэрофлоте или Люфганзе. А что вы обычно едите? У вас есть любимые блюда? Да, конечно. Что, простите? Блюда русской кухни. А нет, еще не успели, мы только вчера прилетели. Вы же были здесь и раньше. Да, конечно. Икра, русская икра. Водка с икрой? Уже только икра, а время водки для нас прошло. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Сегодня по интернету разлетелось видео сценического фиаско нашего известного земляка, экс-солиста группы Агата Кристи Глеба Самойлова, вышедшего к зрителям в состоянии сильнейшего опьянения и не сумевшего спеть даже одной песни. Концерт, для участия в котором были заявлены группы Глеба Самойлова «The Matrix», певица Ёлка, актер Гоша Куценко прошел в поселке, или как его еще называют, на Учгородке в Ольгинском, Петушинского района Владимирской области. Здесь расположены производственные площадки сразу нескольких крупных российских фармацевтических компаний, которые могут позволить себе корпоратив с участием московских звезд. Правда, одна из таких звезд, похоже, еще до выступления перед фармпроизводителями, позволила себе лишнее. Глеба Самойлова с трудом под руки подняли на сцену, но самостоятельно встать у микрофонной стойки он не смог. Тогда его посадили на подиум. Музыканты предупредительно взяли чуть замедленный ритм хита «Два корабля», но Глеб Рудольфович не справился и с ним. 50-летний солист и так в последнее время почти не открывает рот во время пения, но в этот раз слова песни не смогли разобрать даже его преданные поклонники. Музыканты предупредительно взяли на сцену. Не закончив и одной песни, Самойлов попытался начать разговор с залом, но и это у него не вышло. Тогда ведущий попросил зрителей проводить рок-звезду аплодисментами, против чего Глеб возражать не стал. Снятое смартфоном видео фиаско бывшей рок-звезды попало в соцсети и разлетелось по всем СМИ. Официального комментария ни от Глеба Самойлова, ни от пресс-аташе группы The Matrix не последовало. Зато за своего брата вступился другой агатовец – Вадим Самойлов. Творческие пути братьев разошлись еще 11 лет назад. Позже последовали суды за авторские права и гонорары. Тем не менее, Вадим призвал не делать сенсацию из этого инцидента. В интервью «Вечерней Москве» он заявил следующее. «Я не слежу, что он пьет, а что он не пьет. А что тут такого? Да не он первый, не он последний. Недавно Ольга Бузова так прославилась. Все люди, бывает, выпивают. Кто-то из артистов и перед сценой, кто-то не справляется с управлением. Случаются вот такие оказии. На следующем концерте будет трезвым и выступит нормально. А зрители сами решат, ходить ли им или не ходить на следующее выступление брата. Так что я не стал бы делать из этого вау-события». В свое время, когда братья выступали еще вместе, злые языки поговаривали, что и у того, и другого были проблемы и с алкоголем, и с наркотиками. Однако Вадим в какой-то момент нашел в себе силы отказаться от допинга. Выступления же Глеба все чаще напоминают этот выход в Ольгинском. И дело даже не в том, что его шатают у микрофонной стойки, а веки его полусомкнуты. Дело в отсутствии энергетики, за которой в свое время зрители и полюбили этих уральских парней. Музыканты The Matrix стараются, зрители поддерживают аплодисментами, свет, звук, все на месте. Но, как в той сказке Маршака, разевает щука рот, а не слышно, что поет. Не переливается та энергия артиста, за которой мы их и любим, через рампу. И алкоголь в этом играет не последнюю роль, высасывая все жизненные и творческие силы. Нас каждый вечер смотрят миллионы людей. А мы что, кидаем им говно лопатами в лицо? Мы могли бы приносить какую-то пользу, могли бы звать к нам художников, архитекторов, политиков. Так людям это и надо, дай нам говна. Мы люди, дай нам похавать говна. Говна, говна, говна. Редактор субтитров А.Семкин